Игра The Sims существует уже почти 20 лет, и за это время мы с вами изучили её вдоль и поперёк. Но настолько ли хорошо мы с вами знаем нашу любимую игру? Давайте проверим. Суть нашей игры заключается в том, что я буду задавать вам вопросы, а вы должны дать на них правильный ответ. За каждый правильный ответ вам будут начисляться баллы. И в конце игры с помощью этих баллов вы сможете определить, насколько хорошо вы знаете игру The Sims. Вопросы разделены на три уровня сложности. Первый уровень – лёгкие вопросы. За каждый верный ответ вы получаете 1 балл. Второй уровень – вопросы средней сложности. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. И третий уровень – это уровень самых сложных вопросов. За правильный ответ на один вопрос начисляется 2 балла. Ну что, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете игру The Sims. И первый вопрос из категории «лёгкие вопросы». За каждый правильный ответ вам начисляется 1 балл. Как называется язык, на котором разговаривают персонажи игры The Sims? А. Симолианский. Б. Симлимбонский. И. В. Симлиш. И правильный ответ – симлиш. Симлиш – это язык, созданный специально для персонажей игры The Sims. И впервые дебютировал в игре Sims Copter. Официального словаря для этого языка не существует. Но есть любительские, которые вы можете найти в интернете. Которые основаны на второй части игры The Sims. В каком году была выпущена четвёртая часть игры The Sims? А. 2010. Б. 2014. И. В. 2016. И. Правильный ответ – 2014 год. Игра была анонсирована 6 мая 2013 года. Но вышла в свете на 2 сентября 2014 года в США и 4 сентября 2014 года в России. Что означает «сул-сул» на языке персонажей? А. Они так показывают, что хотят в туалет. Б. Они так показывают, что хотят кушать. И. В. Они так здороваются. Правильный ответ – В. Персонажи фразой «сул-сул» здороваются друг с другом. И в редких случаях этой же фразой они могут попрощаться. Ну а теперь переходим к вопросам повышенной сложности. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Какой предмет был разработан самым первым при создании первой части игры The Sims? А. Стул. Б. Кровать. И. В. Унитаз. И как бы это смешно не звучало, но в 1993 году разработка игры The Sims началась с унитаза. На то время унитаз в игровой сфере был просто революцией. Разработчикам нужно было продумать, какого пола персонаж должен подойти и как он должен использовать унитаз. Кто создал и придумал игру The Sims? А. Джордж Лукас. Б. Майкл Бэй. В. Уилл Райт. И. Г. Джоан Роулинг. В 1993 году именно Уилл Райт придумал и создал The Sims, уже имея за плечами игру SimCity. Сколько каталогов вышло для Sims 4 на данный момент? А. Одиннадцать. Б. Тринадцать. В. Двадцать. И. Г. Семнадцать. На момент января 2019 года в The Sims 4 тринадцать каталогов. Ну а теперь пришло время задать вам самые сложные вопросы в этом выпуске. И на них смогут ответить только те, кто по-настоящему любит The Sims. Каждый правильный ответ оценивается в два балла. Поехали. В какой части игры впервые появилось лохнесское чудовище? А. Sims 2 Б. Майсимс В. Симс 4 И. Г. Симс 1 Вы не поверите, но лохнесское чудовище впервые появилось в первой части игры. Его можно заметить на экране соседства, а также оно появляется в центре и на острове отпусков. В какой игре серии The Sims появилась проглоти с людоедия? А. The Sims 1 Мэкин Мэджик Б. The Sims 2 Университет В. The Sims 3 Времена Года И. Г. The Sims 4 В Поход Проглоти с людоедия, или как его называют, жвачное растение, объект, который пришел The Sims 2 Университет. Это растение является профессиональной наградой в карьере ученого-естественника. The Sims 3 этому растению дали название «Бешеная корова», и приобрести его можно было в The Sims 3 Store за 706 симолеонов. Ну что, а теперь пришло время подвести итоги нашей интерактивной игры. Если у тебя от 1 до 3 баллов, то ты начинающий игрок. Тебе не стоит зацикливаться лишь только на четвертой части игры The Sims, А стоит поиграть в 3 предыдущие. Не бойся, Sims 1 не настолько ужасен. Он очень классный. И в нем есть много того интересного, чего нет даже в четвертой части игры. Если ты набрал от 4 до 6 баллов, то ты играешь в The Sims. И у тебя даже есть личная жизнь за пределами игры. Это очень здорово. Но все же тебе стоит подтянуть знания по этой игре. Ну а если у тебя от 7 до 10 баллов, то твоя жизнь это Sims. Ты просыпаешься и думаешь, какого бы питомца завести в своей семейке и на какую работу их устроить. А сколько им нужно детей и что они будут есть на завтрак. Все это ты продумываешь с самого утра. Но дам тебе свой личный совет, не стоит забывать о реальной жизни. Да, за пределами монитора есть жизнь. Ну а вы тем временем пишите ваши результаты в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а также скидывайте ссылку на это видео своим друзьям, пусть тоже поиграют. Ну а если вам понравилась такая интерактивная игра по вселенной The Sims, то не забудь поставить палец вверх и подписаться на мой канал, дабы не пропускать такие интересные интерактивные игры и новости из мира The Sims и многое другое. Ну а с вами был Сергей и это канал Хабагивили. Всех безумно люблю, спасибо за просмотр и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok